Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить вот такой стример, который и мокрая мушка, и стример, можно назвать, который изготовлен также на базе лососевой мушки. Я его приспособил, в зависимости от величины и от формы исполнения, то есть расцветки, ловить, начиная от окуня и заканчивая красноперкой плотвой. Давайте изготовим в том варианте, который более предпочителен для ловли окуня. Крючок я беру Gamakatsu Worm серии номер 8, но для того, чтобы он мне подходил, нам необходимо его, как обычно, здесь подготовить. Материалы нам, конечно, понадобятся несколько специфические, но в процессе работы вы сами увидите, что, чем можно будет заменить. Постараемся его изготовить по минимальному количеству труднодоступных материалов. Промажем немножечко клеем цевьё. Нить я беру по толщине где-то 8-0, 10-0 по европейской классификации и ровно проматываю по цевью. Дохожу до середины, не дохожу совсем немножечко до загиба и начинаю крепить первый элемент. Первый элемент, который мы закрепим, это будет люрекс золотистого цвета, которым мы с вами обмотаем загиб нашего цевья. Он у меня двухсторонний золотой, поэтому мне нет смысла выбирать, какой стороной его приматывать. Здесь же я его подхватываю и так, чтобы не порезать свою нить, в натяжечку начинаю приматывать и разравнивать по цевью. Захожу совсем немножечко за загиб, так, чтобы вам было видно как раз на уровне формирования нашего жала. И совсем-совсем немножечко промажу клеем, вы можете лаком, как вам будет удобно. Можно не промазывать, так как сам по себе люрекс достаточно это у нас крепкий. Немножечко промажем цевьё перед и за. если по каким-либо причинам у вас, допустим, нет такого люрекса, можно использовать, также посадить на клей, но нет, долговечно это выйдет, использовать ёлочное украшение. И я двигаясь в сторону загиба пару оборотов и теперь начинаю возвращать обмоточку люрексом к месту крепления моего люрекса. Как только вот у нас закончился наш загиб, вышли мы на прямую линию, я возвращаю нить и креплю наш люрекс. Закрепим его уже качественно, так как он нам больше в работе здесь не понадобится. Остатки отрезали. В качестве привлекательного элемента мушки я буду использовать, отрезал два кусочка вот такой красной нити, который я распустил с тесьмы. Можно использовать разные цвета. Вы будете пробовать, как вам будет удобно. Я вам просто показываю уже проверенный вариант той мушки, которая есть и уже работает. Крепим её здесь, подхватили и вот так в натяжечку выровняли все наши волоски, пряди вернее. Прихватили и оставили вот приблизительно 2-3 миллиметра до 5 максимум. Разбить нам надо тело. Оставляем, сколько мы будем наматывать нашим красным. ничем я не промазываю ни клеем, ни лаком и начинаю ровненько формировать нашу красненькую точечку. не доходим буквально пару миллиметров, закрепим остатки нити и остальное удалим. Вот так. Если у вас имеется в наличии материал такой, как называется я вам покажу юнифлосс вот такого цвета и разных они здесь вот цветов и оттенков можно использовать. Но если у вас как говорится величина крючка не такая уж большая как лососевая мушка можно спокойно применить и тот материал который ничем не хуже это уже проверено наших заграничных коллег. Убираем остаточки выбрасываем теперь следующий элемент я подготовил прядь вот такой тоже с тесьмы ниточки она у меня в большей степени флюоресцентная подхватываем ее здесь закрепим вот так и подровняем место где у нас будет обматываться зеленая нитка ее ширину точно так же составит приблизительно как и красный 4-5 миллиметров это все вымеряете по своему крючку как вам будет удобно подровнял я вот так вот все пряди и начинаю теперь ровно разравнивая так же как работаете с юнифлосс или же с шелком аналогичная ситуация так же подравниваем все пряди чтобы они не комкались и спокойненько вот так взад-перед можно возвращать для того чтобы хорошо подровнять тело это не возбраняется и теперь закрепим остатки материала остальное удаляем для того чтобы продолжить нам наше изготовление тела для сегментации также имеется как я уже неоднократно показывал сейчас я гляну здесь это или да здесь вот у меня имеется юни муляр муляр вот такая хорошая тесьма вернее даже не тесьма пленочка которая обладает очень хорошими свойствами в зависимости от того на какой материал ее намотаешь она потом проявляет довольно таки хорошо своим блеском передает именно этот материал и оттенки и оттенки у нее бывают разные вот допустим это у меня немножечко с красноватым оттенком но это не имеет значения почему потому что мы сейчас будем с вами тело изготавливать из пера павлина а здесь довольно таки своя хорошая красивая игра для того чтобы тело было симпатичное я прихватываю в одном месте вот так перо прихватил и теперь для того чтобы не было у меня комочков я вот так вот аккуратненько прихватываю по всей длине там где мы будем проматывать тело из пера павлина я вот так вот красиво это все подхвачу не доходим до колечка буквально 3-4 миллиметра здесь составляем и теперь не армируем так как я буду проматывать его люрексом закреплять дополнительно скрутим перышки между собой чтобы они у нас не расходились и начинаем формировать теперь тело если по каким либо причинам у вас отсутствует вот такой материал как перо можно взять обыкновенный черный даббинг который имеется у вас с кролика и изготовить тело будут работать почти точно так же просто эстетически выглядят сами понимаете немножко по-другому дошли до места крепления как раз длины нашего пера хватило удаляем остатки и приступим к изготовлению крыла в качестве крыла я буду использовать мех песца но который идет с головы он достаточно мелкий и в то же время хорошо ведет себя в воде просегментируем наше тело люрексом просег matière терфили как Federation Р К Р Р остатки уберем и нанесем небольшую капельку перед тем как изготавливать крыло кто перед кто после делает небольшую опушечку так как вот у моей вот мушки как вы видите выполнена из черного пера я беру остаток вот такого перышко цвета шартрес который вполне под вписывается в мою цветовую гамму длина перьев также вполне достаточно крепим и его здесь и выполним два-три посмотрим в зависимости от того какая будет у нас толщина нашей опушечки возьмем наверно пера держатель вот по пышности нашего пера нам даже необходимо выполнить три оборота которые я думаю вполне достаточно вы посмотрите сами сколько необходимо будет вам закрепили перышко уводим теперь все перья назад и подхватим еще раз подхватили и теперь можем спокойно удалить остатки перьев есть несколько вариантов крепления крепление нашего крыла мы можем закрепить сейчас наше крыло тогда наша мушка будет хорошо работать в в бурных потоках воды при быстрых проводках если мы с вами уберем сейчас все перышки вниз и создадим здесь горлышко бородку и установим наше крыло то наша мушка будет будет работать с большим погружением но уже менее будет иметь такое сопротивление лобовое в воде как допустим эта мушка но давайте мы сейчас с вами сделаем тот вариант который я изготавливал а вы уже будете пробовать и экспериментировать я увожу все бородки вот так вот вниз и подхватываю сверху придерживая все свои бородочки вот у меня вышло вот такое горлышко те бородки которые у нас немножко непослушные можно и взять и дополнительно еще потом вот так подхватить нам остается закрепить с вами теперь крыло я беру небольшой пучочек меха подбирая его самое главное чтобы он у меня подходил по длине примерим вот как раз мне его здесь по величине хватит отрезаем по толщине приблизительно где-то как ампулка убираем подшерсток и подравниваем с вами кончики также от величины нашего крыла будет зависеть глубина погружения и то как мы будем с вами производить проводочку очень 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 важно волоски которые допустим длинные и мне или поломанные мне мешают я убираю подравняли как нам необходимо закрепим здесь сделаем нанесем капельку клея и строго вертикально удерживая над крючком притяжной петлей начинаем подхватывать наш мех вот так посмотрели вот величины моего крыла будет вполне достаточно теперь я могу добавить совсем совсем немножечко у меня имеется по остаткам кристалл флэш я возьму парочку буквально волокон вот как вы видите вот такие и добавлю с одной и с другой стороны сильно не увлекаемся так как у нас уже вполне достаточно и так привлекающих элементов захватили удалили остаточки переломили и с другой стороны вот так мы с вами закрепили теперь люрекс и останье остается вот такой вот завершающий элемент который у у самой головочки необходимо нам будет остатками этого же пера выполнить парочку оборотов нашим пером павлина и теперь уже окончательно закрепим материал и теперь сформируем головку вот друзья мои мы с вами изготовили стример который на базе лососевых всех стримеров у нас с успехом будут ловить у окуня красноперку щука не пропускает пробуйте с расцветочками с величиной с размерами благодарю вас за внимание всего вам самого наилучшего до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...